Нал-каталог. Свежий номер в самых респектабельных местах нашего города. Аномальная теплая погода установилась для декабря месяца в нашем городе. Но это и к лучшему, ведь можно, например, погулять и насладиться свежим воздухом. Всем бодрого и доброго вечера. Вы смотрите главный выпуск программы «Что случилось» в студии Милла Хренова. Друзья, для вашего удобства теперь нас можно смотреть не только по телевизору, но и онлайн в реальном времени. Для этого заходите на сайт vk6.ru и нажимайте на красную кнопку «Смотреть онлайн». Ну а если вы все-таки что-то пропустили, все видеоматериалы есть в группе во ВКонтакте. А пока передаю слово моим горячо любимым коллегам. До Нового года осталось несколько дней. Как красноярцы готовятся к встрече? Смотрите далее. Остаться безнаказанным не вышло. На улице Павлова автолюбители поймали рулевого под шофе. Подробности в проекте «Дорожные войны» из Красноярска. Через пару минут рубрика «Как дела?». В ней самые народные ответы на вопрос «Как дела?». Красноярские брейкеры рулят. В Париже прошли самые престижные соревнования среди бибоев, то есть людей, танцующих брейкинг. Наш земляк Евгений Первушкин дошел до полуфинала. К сожалению, выиграть была не судьба. Он снялся с этапа из-за травмы ноги. К слову, Red Bull BS1 – это чемпионат мира по брейкингу в формате 1 на 1. Сотни кастингов во всем мире, а в итоге 16 лучших танцоров планеты. Будем надеяться, что в следующем году Евгений станет победителем. На эти соревнования сейчас, в данный момент, мечтают попасть, наверное, все люди, которые занимаются брейк-дансом. Это такой самый популярный, можно сказать, самый раздутый чемпионат. Уникальность вот этого была в том, что никто до полуфинала не доходил за 11-летнюю историю чемпионата, ну, как бы из России. Так что мы, можно сказать, немного первооткрыватели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идется без приключений. Но, возможно, именно их он и искал. Далее по курсу проект «Дорожные войны» из Красноярска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улица Павлова. На кадрах видеорегистратора с правой стороны «Хонда», которая влетела в дорожный знак. Как станет ясно впоследствии, ее водитель был под градусом. После столкновения со знаком рулевой японца решает продолжить свой путь. За кадром остается, как он врезался в девятку задним ходом. Автор ролика и хозяин пострадавшей ликовушки бросаются в погоню за подвыпившим автолюбителем. В один из моментов «Хондавод» вновь решает сдать назад. И на этот раз сторонит автомобиль с регистратором. Преследователи улучают моменты и вытаскивают пьяного водилу из-за руля. В итоге нарушителя передали в руки дорожным полицейским. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порою создается впечатление, что внедорожники, особенно немецкого производства, такие автомобили, на которые действия правил дорожного движения не распространяются. Вот и позволяют себе рулевые крутых авто на дороге все, что вздумается. Вот только с рук им сходят нарушения только тогда, когда поблизости нет инспекторов ДПС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Те, кто жмет на гашетку, уверены, что чувствуют свой автомобиль настолько хорошо, что способны справиться с любыми превратностями судьбы на дороге. Ну а что оказывается по факту? Когда приходит понимание того, что от управления уже ничего не зависит, делать что-либо поздно. Как сложилась судьба в этом случае у тех, кто попал в это ДТП, неизвестно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Билеты в автобусах должны подорожать. С такой инициативой уже традиционно под Новый год обратились автобусники в Министерство транспорта. По их мнению, стоимость поездки должна составлять 23 рубля. Такая цифра у перевозчиков сложилась в связи с ростом цен на топливо и запчасти. Уже к концу этой недели бизнесмены хотят подготовить все необходимые документы. Но до 1 марта предприниматели обещают, что красноярцы будут ездить на пассажирском транспорте по прежней стоимости. Если мы успеем в этом году подать только на проверку расчеты в Минтран, а скорее всего это будет в январе, скорее всего, и какое-то там изменение тарифов, возможно, но не раньше, там, 1 марта. Можно полагать, что в следующем году у нас уже будут повышения? Я думаю, что можно, но когда, это вопрос. Мы сейчас собираем справки, запросы отправили в те станции, где берем запчасти, получаем топливо. К слову, последний раз цены на проезд повышались в январе этого года. А по закону стоимость проезда в маршрутных автобусах может меняться лишь раз в год. Мастерскую скандально известного красноярского художника Василия Слонова ограбили. Причем неизвестные преступники для взлома двери воспользовались одним из произведений самого художника. Гибридом бегового конька и гвоздодера. Об ограблении на своей странице в соцсети Facebook 23 декабря сообщил сам Слонов. По его словам, ущерб, нанесенный преступниками, измерился суммой с пятью нулями. Среди прочего пропал фотоархив его произведений. При этом воры не взяли ни доллары, брошенные на столе, ни часы с золотым песком. Будьте начеку. Если вы получили подобное сообщение, будьте внимательны и звоните в контактный центр банка только по официальным телефонам. Запрет на рекламу. Депутаты Госдумы предлагают в новогодние каникулы не показывать рекламные ролики по телевизору. Они считают, что она негативно сказывается на эмоциональном состоянии россиян. А кроме того, провоцируют их на покупку ненужных вещей и бессмысленную трату денег. Также настаивают парламентарии, люди должны иметь право хорошо отдохнуть, не отвлекаясь на просмотр роликов о средствах от гриппа или стиральном порошке. До нового года неделя. А как вы готовитесь к новогодней ночи? Готовитесь ли вообще? Сегодня мы попытались это выяснить. Вот что у нас из этого получилось. Нормально. Елку поставили и все остальное. Подготовили уже подарки близкие? А я как? Шесть подарков. Три внука и три внучки. Так что я самый богатый человек. Да нет, пока не готова, потому что сейчас учеба, практика, пока не до нового года. А подарки уже своим близким подготавливали? Ну, еще подготавливали. Ну да, подготавливали. Если не секрет, много уже подготавливали? Да нет, не особо. Мы студентки, у нас нету много. Обыкновенно, как все готовятся. Подарки близким подготовили? Конечно. Это первый факт. А если не секрет, много потратили? Ну, тысяч шестнадцать. Я готова. Всем подарки купили? Обязательно. Если не секрет, сколько потратили? Ой, я не считала. И не зацепивала. Ну, нет, подарки еще не всем купила. В принципе, я рассчитываю, например, на одного человека, если это близкий, то полторы тысячи рублей, то, ну, где-то тысяч пять уже потратила. Далеко не всем горожанам предстоит отдыхать в новогодние праздники. Красноярские медики рассказали о режиме работы на зимних каникулах. Принимать пациентов люди в белых халатах планируют 3, 6 и 9 января с 8 утра до 2 дня во всех учреждениях. Попасть на прием можно будет терапевту, педиатру, хирургу, стоматологу и акушеру-гинекологу. Также будут работать процедурные кабинеты. Лучше уже без этого, но случись неприятность в любой из праздничных дней, извиняюсь, на помощь придут работники скорой помощи и травмпункта. Они работают без выходных. Впрочем, как и остальные экстренные службы. С 3 по 6 и с 8 по 11 января будут работать почтовые отделения. Ну а как будет работать в новогодние праздники городской транспорт, станет известно только завтра. Мне часто задают риторический вопрос, как дела, и я просто не знаю, что на него ответить. И надо ли это вообще? Даже не знаю, с чего, так сказать, начать. Интересно, а как обстоят дела у красноярцев и что их волнует? Всем привет, это Вика Щапова и рубрика «Как дела?», в которой мы знакомим вас с главной достопримечательностью Красноярска. С красноярцами пойдемте спросим, как у них дела. Как дела? Отлично. Да все хорошо, кризис, все нормально против Америки, России, ура, вперед. Заведу корову, буду молочко дай, летом посажу чей-нибудь, ну как всегда, картошку, морковку. Справимся, что первый раз, что ли? Важно равномерно во всех областях развиваться. Нельзя в одно русло вливаться, потому что потом в итоге все равно будет дисбаланс. Как дела? Отлично. Есть подруга, с которой я знакома с 5 класса. Мне кажется, дружба, она на каком-то духовном уровне должна, ну, быть. Я постоянно опаздываю. И к этому, в принципе, уже привыкли все мои подруги. Они меня за это недолюбливают, но терпят. Что женская, что мужская, что там между мужчиной и женщиной, она как бы одна, по идее. Есть очень хороший друг, тоже школьный, мы с ним дружим. И Нини? Нини. Не было. Вы про что? Ничего не было. Как у вас дела? Хорошо. Я музыкант. Играю в оркестре. Соседи меня ненавидят. У меня нет свободного времени почти. Постоянно репетирую, постоянно что-то учу. Я плачу за это личной жизнью. Я понимаю, что я останусь один в итоге. Заведу себе трех котят и буду с ними веселиться. В следующий раз мы помилкаем. Поспросим, как у вас дела? Тем временем наш конкурс двойников подходит к концу. Остался всего день. Уже завтра в нашей группе во Вконтакте мы запустим голосование. А в пятницу пригласим пять финалистов к нам в прямой эфир. Итак, друзья, скорее активизируйтесь. Если вдруг вы похожи на какую-либо знаменитость, то быстрее присылайте ваши фото к нам в группу во Вконтакте. Не забудьте приложить снимок оригинала, чтобы мы могли сравнить, а похожи ли вы на самом деле. Дерзайте. Времени осталось совсем немного. Про подарки расскажу подробнее. Это наши фирменные стаканы, непроливайки в стиле комиксов, кружки с перцем, наборы для селфи. А кто-то получит, например, один из пяти сертификатов в языковую школу Палитра Мира. Там можно выучить английский, итальянский или даже французский язык. Уроки ведутся как в группе, так и индивидуально. Друзья, поспешите. Салат оливье, мандарины и игристые напитки. Но это далеко не весь перечень новогодних особенностей. Мир любит фейерверки. Я сегодня, кстати, его и выбирала. А я девушка очень пунктуальная, поэтому начала готовиться заранее к Новому году и нахожусь прямо сейчас в магазине фейерверков. Мне нужно выбрать фейерверк. Вот как это сделать? Мы рекомендуем взять несколько видов фейерверков, чтобы вам хватило пострелять на всю ночь. Вы с собой можете взять, ну, допустим, вот такие бенгальские свечи уличные. Можно также взять с собой те же фестивальные шары. Они работают по принципу миномета. Заправляете трубу, поджигаете, этот шар выстреливает, разрывается салютом. Удивить вы можете, у нас есть такой класс пиротехники, как элитная пиротехника. Здесь собраны целые программы, уже готовые на основе профессиональной пиротехники. Ну что, друзья, я определилась. Вот мой выбор. Этот фейерверк называется «Ралли». Стоил ли эти 80 выстрелов 5000, мне сделали скидку, и я приобретаю его всего за 4. Всем приятного Нового года. Центр фейерверков. Молокова, 46, дробь 2. В Европу фейерверки пришли из Китая в 15 веке. Там они считались верным средством борьбы со злыми духами. А у нас без фейерверков ни один праздник, так сказать, не обходится. Программа «Что случилось» и Центр фейерверков готовы прямо сейчас разыграть вот такой крутой новогодний фейерверк с эффектом разноцветных россыпей огней и даже серебристые кометы там имеются. Кстати, это уже серьезный 19-залповый салют, и его рекомендуется запускать там, где много места. Если его хотите получить, тогда прямо сейчас заходите в нашу группу ВКонтакте и фотографируйте салют из подручных средств. Главное правило, чтобы фотография была оригинальной. Итоги подведем уже совсем скоро. По всей нашей стране до сих пор не смолкают разговоры о грянувшем кризисе и о том, как его благополучно пережить. Этот вопрос волнует всех, но в первую очередь тех, кто занимается бизнесом. Кстати, сегодня мои коллеги Евгения Головина и Вячеслав Голубев обсудят именно эту тему. Бизнес в условиях кризиса. Передаю эстафету им. Ну, а прямо сейчас мне подсказывают мои уважаемые режиссеры, что сначала нас ждет прогноз погоды, а уже потом эстафетная палочка в их руках. 24 декабря в городе Красноярске переменная облачность. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем минус 8, ночью минус 12. Спонсор прогноза погоды – салон домашнего текстиля «Тач». Поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает на распродажу. И о погоде в городах края. В Норильске снег – минус 5. В Минусинске переменная облачность – минус 12. В Каннске переменная облачность – минус 9. В Вачинске переменная облачность – минус 8. Евгения, Вячеслав, ну что же, пришло ваше время. Передаю вам эстафетную палочку. Да, действительно, сегодня мы поговорим о том, как выживать бизнесу в условиях кризиса. Попытаемся разобраться, оправдано ли повышение цен на товары, которые были закуплены еще до кризиса. А также узнаем, какие сферы бизнеса пострадают в кризис сильнее всего, а кому кризиса можно не бояться. Мы начинаем. Добрый вечер, я Евгения Головина. Добрый вечер, я Вячеслав Голубев. И главная тема сегодня – как сохранить свой бизнес на плаву в таких непростых условиях, в условиях кризиса. Многие бизнесмены начали повышать цены на товары. Естественно, потребители этому факту недовольны. Всем понятно, что эти товары были закуплены еще по старым ценам. В таком случае, в чем причина повышения цен? Почему растут цены в магазинах? Все дело в том, что предприниматели, как правило, закупают товар небольшими партиями, чтобы была возможность реализовать его в максимально короткий срок. Особенно, если речь идет о продуктах питания и других товарах, срок годности которых ограничен. В случае, если взаимозачет с поставщиками происходит в валюте, а она начинает дорожать, предприниматель вынужден закладывать в стоимость реализуемого товара затраты на покупку новой партии. Плюс к тому же в стоимость закладываются возможные риски и издержки, связанные с удорожанием валют. Например, возможное увеличение платы за транспортировку или хранение товара на арендуемой площади. Не исключена в таких случаях и спекулятивная составляющая. По словам специалистов, адекватной переоценкой можно считать подорожание продукции максимум на 50%. Ну а сразу после блока полезной информации у нас в гостях главный врач медицинского центра «Лабиринт Мед» и исполнительный директор медицинского центра «Лабиринт Мед». Поговорим с ними о том, как они планируют выживать в условиях кризиса. Накануне Нового года самый актуальный вопрос – а что подарить? И если вы любите делать своим любимым экзотические подарки, не пропустите наш тайский хит-парад. Итак, пятое место – «Тайский шелк». Легкий и очень приятный фут-массаж. Прекрасный подарок для родного человека. Массаж ног снимает отечность ног, улучшает кровообращение органов малого таза. После этого сеанса вы почувствуете легкость ног и легкий поход мы вам обеспечим. На четвертом месте спа-программа «Цветок лотоса». Полтора часа невероятных ощущений. Сначала посещение фитобочки, а после – мягкий нежный аромамассаж, который наполнит вашу кожу волшебными ароматами. Такой подарок оставит в сердце самые теплые воспоминания. Третье место – традиционный тайский массаж. Для тех, кто хочет узнать, а что же это такое, и почувствовать это на себе. После первого посещения этого салона и получения массажа я почувствовал себя очень легким, очень подвижным, очень мобильным. Я окунулся в атмосферу Таиланда. После сеанса «Жемчужина Таиланда» вы полюбите тайский массаж так, как любим его мы и все наши мастера. Среди массажей для двоих наибольшей популярностью пользуется программа «Магия розы». Это своего рода романтическое свидание с посещением спа-зоны, мягким скрабом и часовым тайским массажем. Подарите своим друзьям два часа блаженства и полного релакса. Это подарок для тех, кто хочет оживить немножко свои чувства. И, наконец, главный фаворит – счастье тела. Сочетание тайского массажа и массажа травяными мешочками. Программа для тех, кто хочет по-настоящему расслабиться, погрузившись в атмосферу Таиланда. Все эти программы можно заказать в подарочных сертификатах. При заказе от двух тысяч рублей бесплатная доставка. Заявки принимаются по телефону и на сайте салона тайского массажа «Савати-спа». Оплата наличными, банковской картой или с помощью электронного кошелька. Дарите своим близким на Новый год теплые эмоции. Сеть салонов тайского массажа «Савати-спа». Весны 10, профсоюзов 38. Как мы и обещали, у нас в гостях сегодня Владимир Владимирович Доценко-БОС, главный врач медицинского центра «Лабиринт-Мед». И Ирина Андреевна Яковлева, исполнительный директор медицинского центра «Лабиринт-Мед». Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и так, первый вопрос. Чем занимается ваша организация? Наша организация, в ней представлены два направления деятельности, это взрослое и детское. Взрослое направление представлено такими видами услуг, как неврология, психотерапия, психиатрия, массаж, лечебная физкультура. Если говорить о детском направлении, то направления в принципе те же самые. Кроме этого, также у нас есть еще логопеды, дефектологи, ну, пожалуй, и эпилептология. Вы уже ощутили кризис на себе? Ну, в какой-то мере, да, ощутили. Это связано с тем, что мы планировали закупать новое оборудование, и не секрет, что большинство этого оборудования приобретается из-за рубежа. Ну, конечно, через поставщиков в Москве. Соответственно, курс валют, да? Да, но тем не менее, да, курсы выросли, и то, что мы планировали приобрести, как бы, пришлось несколько отложить. То есть приобретать пока не стали? Пока не стали, да. Да, собственно, на чем планируете экономить в таком случае? Ну, пока с точки зрения, еще раз вернусь к вопросу, ощутили на себе и курс валют. С точки зрения клиентов мы пока еще не можем точно сказать, ощутили мы или не ощутили влияние кризиса. Потому что декабрь и так сезонный спад, он всегда есть. Ноябрь у нас был в небольшой динамике по сравнению с предыдущими месяцами. Поэтому уже где-то в феврале-марте только будем делать выводы о том, насколько это на нас казалось. А все проекты подобные, которые мы хотели расширять свой бизнес, добавлять дополнительные услуги, пока мы временно придерживаем. Также до февраля до марта, когда что-то стабилизируется, ищем аналоги российские, как нам советуют наши законодатели. Но, к сожалению, не всю технику, которую мы хотим приобрести, имеется она у нас в аналогах. Некоторых аналогов их просто не существует. Российского производства, а даже китайские аналоги, они тоже, как известно, курс изменился, и они тоже стоят теперь не так. В связи с этим вы планируете повышать цены или, может быть, уже повысили цены на ваши услуги? Нет, мы не планируем повышать цены на услуги. Дело в том, что мы предлагаем услуги комплексного лечения и обследование детей с задержкой развития речевого, психического, по эпилептологии. И данные мероприятия, данные услуги хороши тем, что они проводятся комплексно. И если из-за дороговизны будут отменены те или иные процедуры в лечении данных ребятишек, то эффект, ожидаемый эффект, который мы планируем получить от этого лечения, он может быть хуже. Поэтому для нас это недопустимо, мы стремимся к оказанию качественных услуг. Поэтому такого плана в планах у нас нет повышения цены. Напротив, мы проводим сезонные акции. В частности, у нас в данный момент очень доступные цены на массаж, на услуги массажа, которые также применяются в комплексном лечении неврологических заболеваний и заболеваний и задержек психического, речевого развития детей. Я так понимаю, в вашем бизнесе немаловажную роль играет и маркетинг, да? Но по большому счету, как собираетесь выживать в этих непростых условиях? Основной из, скажем так, принципов нашей работы и наших учредителей, которые вносят немалые деньги в этот бизнес для того, чтобы его развивать дальше, это отсутствие кредитов. Мой опыт работы уже с многочисленными предприятиями в финансовой сфере, в других бизнесах, не обязательно связанных с медициной, показывает, что закредитованность очень серьезно сказывается на организациях в период кризиса. Если у организаций имеются большие кредиты, то, к сожалению, в такие периоды, как спад выручки или катаклизм в виде падения или поднятия курса валют, негативно сказываются на организациях. И все это приводит к тому, что они не могут своевременно выполнять свои кредитные обязательства, несмотря на большие вложения в рекламу, в крупные бизнесы, в огромные здания и так далее. Все это, если будет сильно закредитовано, то ничего хорошего не приведет. И вот принцип работы нашего учредителя заключается в том, что кредитов никаких. Мы пытаемся иногда убедить, потому что это такой подход, как плюсы и минусы у него есть. Например, мы хотим сегодня и сейчас вести эту услугу и вот это оборудование. Кредит позволил бы запустить его прям в сиюминутно. Получили, купили. Срок доставки там 10-15 дней мы заработали. Но мы идем сейчас по другому пути. Поэтому для нас сейчас финансовая ситуация такова, что даже если будет значительный спад, мы приостановим деятельность и никаких иных обязательств у нас нет. Все приобретаем собственное, свое и кроме текущих расходов никому не должны. Такой принцип у нас у учредителя. Неоднократно пережив уже кризисы в других бизнесах, он ведет у нас именно по такому пути. Спасибо большое. У нас в гостях были Владимир Владимирович Доценко, босс, главный врач медицинского центра «Лабиринт Мед». И Ирина Андреевна Яковлева, исполнительный директор медицинского центра «Лабиринт Мед». Ну а мы продолжаем. Но сегодня мы спросили у красноярцев, на чем они собираются экономить. А значит, какие сферы бизнеса останутся невостребованными. Скажите, на чем будете экономить в кризис, если вдруг кризис случится? А кризис уже идет, и люди уже экономят. А вы вот на чем экономите? Вы знаете, экономят у кого много денег. А основная масса людей выживает, они экономят. Вы знаете, я как-то не готова отвечать на такой вопрос. Еще не приспособилась, пока ни на чем не экономлю. Вот вы на чем экономите? На питании. То есть на магазине, на продуктах питания, да? Да. Ни на чем. Вы ни на чем не экономите? Абсолютно. Да я, наверное, не буду экономить. У меня все хорошо, спасибо. Приходится даже и на еде. Пенсионерам. В ходах в магазин на продукты? Конечно, конечно. Это первое. Ну, мы всю жизнь экономим. Ну, вы заметили, что, например, продукты подорожали или еще что-то? Ну, конечно, заметно. А что конкретно заметно? Ну, молочко дороже стало, хлебушка дороже, яйцо. Вообще огромная надбавка на яйцо. Скажите, на чем в кризис будете экономить? Ой, не знаю даже. А сейчас на чем-нибудь экономите? Нет. А, денег достаточно, да? Да. А как кризиса не почувствовали? Нет, еще. Я же пенсионерка, я живу на пенсию, понимаете? Совсем другие масштабы. И столько выживаем. Ну, честно. Кашу, молоко, творог и слизистую счастлива. Честно, вот, правда. Понятно, что в кризис пострадают практически все сферы бизнеса. Но есть те, кого кризис ко вснется сильнее всего. И вот топ-5 тех, кому, по мнению аналитиков, придется сложнее всего. Во-первых, это небольшие брокерские фирмы, предоставляющие услуги торговли акциями на бирже. Второе место можно отдать различным фирмам, занимающимся строительством, а также производством и торговлей стройматериалов. Строительный рынок сейчас упал катастрофически. На третьей позиции агентство недвижимости, которое занимается продажей коммерческой жилой недвижимости. Неудивительно, рынок стоит, никто ничего не покупает. На четвертом месте туроператоры и турагенты. Количество россиян, желающих отправиться отдыхать за границу, резко сократилось. Но неудивительно, что на этом рынке прогнозируется закрытие небольших туристических агентов. Компании, занимающиеся грузоперевозками, удостоились пятого места. В условиях кризиса заказы у них сократились. Это был топ-5, кому повезет меньше всего. Но по прогнозам аналитиков, самыми востребованными в кризис будут сферы, такие как производство продуктов питания, образовательные курсы и курсы профпериориентации, а также ремонтные мастерские. Ну а прямо сейчас у нас будет еще один гость, предприниматель Семен Чопчиц. Он занимается оптово-розничной торговлей. Мы поговорим о том, как он планирует справляться с кризисом. Здравствуйте. Добрый вечер, Семен. Здравствуйте. Рассказывайте нам, чем вы занимаетесь. Ну, в общем, в нашей компании три направления. Первое направление – это замочные скобины изделия, это дверная фурнитура. Вторым направлением являются светильники, это интерьерный свет, люстры, брат, аршеры. И третьим направлением – это двери. Вы уже ощутили кризис? Выпал ли спрос? Нет, вот на самом деле, во-первых, декабрь месяц – это всегда месяц, когда большие продажи. Вот. Если делать аналитику, допустим, в 2013 году, в это же время, на самом деле спрос вырос. И вырос очень сильно. Ну, мы это связываем, естественно, с тем, что курс иностранной валюты идет вверх, соответственно, рубль у нас дешевеет. Ну, и все люди идут срочно тратить денег, поэтому это не только в нашей сфере, то есть общаясь с другими людьми. И слышим о том, что, ну, реально спрос очень высок. Семен, скажите, вы прогнозировали кризис или он так, как гром с небес грянул вдруг? Ну, понятно, что мы, конечно же, его не прогнозировали, но, тем не менее, если взять из опыта прошлых лет, всегда в декабре имеются такие настроения у населения о том, что, возможно, будет кризис, возможно, будут какие-то изменения. Поэтому, конечно же, к нему не готовились, но, тем не менее, к этому периоду мы всегда подготовлены в плане, так скажем, складских остатков. Вы уже повысили цены на ваш товар? Ну, да, повысили, но, так скажем, повысили не настолько, насколько повысили нам цены наши поставщики. Потому что за короткий период, там, месяца декабря было 4 повышения, и в процентной ставке это где-то от 30 до 70. Это очень большой подъем. Поэтому мы не можем уйти из рынка, так скажем, убрать, поставить такие дорогие цены. И, соответственно, когда есть хороший запас прочности по складу, ты можешь в этот период распределить данную наценку на более длительный период времени. Соответственно, это покупателю не будет столько бить по карману, и ты остаешься в рынке. И в этот момент, когда пик у нас сейчас продаж очень большой, ты продаешь, соответственно, получаешь дополнительную прибыль. Я так понимаю, что в 2008 году вам также пришлось столкнуться с непростой экономической ситуацией? Ну, да, в 2008 году мы тоже переживали кризис, но их, во-первых, некорректно сравнивать этот кризис и тот. У того кризиса был более длительный период. Здесь мы получили ситуацию ту, которую сейчас имеем. Была цена одна, появляется цена другая. И это все произошло очень быстро. В 2008 году это было более размазано, и поэтому прошли мы его гораздо проще. А на сегодняшний день я не знаю, не могу прогнозировать, как будет в следующем году. Потому что сегодня, допустим, пик спроса очень большой, а какой он будет до марта месяца, неизвестно. В 2008 году все это происходило более замедленно, и поэтому как-то более мы могли адаптироваться к рынку. На сегодняшний момент мы сейчас получаем прибыль, но я боюсь, что в следующие три месяца продаж просто не будет, потому что люди избавятся от всех свободных денег. Если говорить о кризисе 2008 года, то, что произошло тогда, сейчас вам помогло как-то в этот кризис войти? Понятно, что их между собой сравнивать нельзя, но тем не менее... Вынесли что-то оттуда, что помогло здесь? Нет, ну конечно вынесли из любого кризиса, ты выносишь. Во-первых, кризис же он всегда, это не только потеря, потеря какой-то прибыли, это и возможность вырасти на самом деле. Вот, поэтому как бы вынесли определенные уроки, переложим их на этот кризис, и я думаю, что все будет хорошо. На этой оптимистичной ноте мы скажем Семену спасибо, ну а далее немного полезной информации. Добрый вечер, для вас любовный гороскоп. Овны, смотрите, чтобы вашу любимую или любимого сейчас просто не украли или не увели за руку прямо на улице. Любовь в эти дни будет похожа на авантюру, нежели на романтическую связь. К тельцам в середине недели могут возразиться старые нерешенные проблемы. Например, вы можете случайно встретить свою бывшую любовь. Близнецы, не переусердствуйте в любовных играх, так и до травмы недалеко. Раки, ваше красноречие безгранична, не исключено романтическое знакомство, которое займет в вашей жизни не последнее место. Львы, обращайте больше внимания на чувства любимого человека, проявите больше такта и нежности. Девы, новое романтическое приключение, начатое на этой неделе, будет весьма поучительным и благоприятным. Если хотите добиться большего, то постарайтесь быть решительнее и увереннее в себе. Счастливый случай поможет разбогатеть. Весы. Все вроде бы предвещает успех. Конечно, если к этому есть определенные предпосылки. Ведь если нет жениха, то и брака не будет. Чтобы звезды не предсказывали, самое время вступать в законный брак. И если вы это сделаете на днях, то половина жизненного успеха у вас уже в руках. Скорпионы. Неудачи в любви могут преследовать вас несколько дней, если вам придет в голову поухаживать за замужней женщиной или пококетничать женатым мужчиной. Стрелец. Задумайтесь, а не пора ли перевести служебный роман в ненавязчивую дружбу? Постарайтесь обустроить свои сердечные дела так, чтобы они не требовали мобилизации нервных сил. Козероги. Совсем неожиданно любимый может показать свой крутой нрав. Авантюрный роман, закрученный в поездке, может закончиться очень плачевно. К сожалению, сейчас не время для любовных утех. Водолеи. Имейте в виду финансовый конфликт, затеянный на этой неделе. И если он связан с разводом, может иметь очень печальные последствия. Ну и рыбы. В эти дни у вас есть неплохой шанс встретить свою любовь где-то в шумной компании, в месте, где собирается много людей. Увлечение таким необычным видом спорта, как любовь, на этой неделе принесет вам только радость. С вами была Марина Маргунова. Я желаю вам приятных и незабываемых встреч в любое время дня и ночи. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите нас завтра в то же время. Мы говорим только о тех новостях, которые действительно вас волнуют. Но прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из программы «Что случилось?». Партнер программы «Журнал-каталог» – свежий номер в самых респектабельных местах нашего города. Всем бодрого и доброго вечера. Опять же, вы смотрите «Что случилось?». В студии по-прежнему я, Мила Хренова. И напоминаю вам снова, что теперь нас можно смотреть не только по телевизору, но и онлайн в реальном времени. Для этого заходите на наш сайт tvk6.ru и нажимайте на красную кнопку «Смотреть онлайн». Ну а если вы что-то пропустили, все видеоматериалы есть в группе во ВКонтакте. Адрес тоже сейчас на экране. А пока передаю слово моим коллегам. До Нового года осталось несколько дней. Как красноярцы готовятся к свече? Смотрите далее. Остаться безнаказанным не вышло. На улице Павлова автолюбители поймали рулевого под шофе. Подробности в проекте «Дорожные войны» из Красноярска. Через пару минут рубрика «Как дела?». В ней самые народные ответы на вопрос «Как дела?». Красноярские брейкеры рулят. В Париже прошли самые престижные соревнования среди би-боев, людей, танцующих брейкинг. Наш земляк Евгений Первушкин дошел до полуфинала. К сожалению, выиграть была не судьба. Он снялся с этапа из-за травмы ноги. К слову, Red Bull BS1 – это чемпионат мира по брейкингу в формате 1 на 1. Сотни кастингов во всем мире. В итоге всего 16 лучших танцоров планеты. Будем надеяться, что в следующем году Евгений станет победителем. На эти соревнования сейчас, в данный момент, мечтают попасть, наверное, все люди, которые занимаются брейк-дансом. Это такой самый популярный, можно сказать, самый раздутый чемпионат. Уникальность вот этого была в том, что никто до полуфинала не доходил за 11-летнюю историю чемпионата. Ну, как бы из России. Так что мы, можно сказать, немного первооткрыватели. Информация для автолюбителей и пассажиров. На улице Московской, на участке от Мичурина до Коломенской, завершился ремонт трамвайных путей. Друзья, заговариваясь, у меня уже Новый год. Но это пока. В департаменте городского хозяйства предупредили, что ремонтные работы продолжат снова уже в следующем году. Конкретные даты пока неизвестны. Зато пока, если ваш путь лежит через Московскую, двигайтесь смело. Проезд открыт. Сел за руль пьяным и, наверное, думал, что обойдется без приключений. Ну, а может быть, он их именно-то искал. Далее у нас по курсу проект «Дорожные войны» из Красноярска. Давайте посмотрим. Улица Павлова. На кадрах видеорегистратора с правой стороны «Хонда», которая влетела в дорожный знак. Как станет ясно, впоследствии ее водитель был под градусом. После столкновения со знаком рулевой японца решает продолжить свой путь. За кадром остается, как он врезался в девятку задним ходом. Автор ролика и хозяин пострадавшей ликовушки бросаются в погоню за подвыпившим автолюбителем. В один из моментов «Хонда» вновь решает сдать назад и на этот раз сторонит автомобиль с регистратором. Преследователи улучают моменты и вытаскивают пьяного водилу из-за руля. В итоге нарушителя передали в руки дорожным полицейским. Порою создается впечатление, что внедорожники, особенно немецкого производства, такие автомобили, на которые действия правил дорожного движения не распространяются. Вот и позволяют себе рулевые крутых авто на дороге все, что вздумается. Вот только с рук им сходят нарушения только тогда, когда поблизости нет инспекторов ДПС. Те, кто жмет на гашетку, уверены, что чувствуют свой автомобиль настолько хорошо, что способны справиться с любыми превратностями судьбы на дороге. Ну а что оказывается по факту? Когда приходит понимание того, что от управления уже ничего не зависит, делать что-либо поздно. Как сложилась судьба в этом случае у тех, кто попал в это ДТП, неизвестно. ДТП, неизвестно. До 1 марта предприниматели обещают, что красноярцы будут ездить на пассажирском общественном транспорте по прежней стоимости. Если мы успеем в этом году подать только на проверку расчеты в Минтран, а скорее всего это будет в январе, скорее всего, и какое-то там изменение тарифов, возможно, но не раньше, там, 1 марта. Можно полагать то, что в следующем году у нас уже будет повышение? Я думаю, что можно, но когда, это вопрос. Мы сейчас собираем справки, запросы отправили в те станции, где берем запчасти, получаем топливо. К слову, последний раз цены на проезд повышались в январе этого года, а по закону стоимость проезда в маршрутных автобусах может меняться лишь раз в год. А вот красноярские вузы, наоборот, решили заморозить оплату за учебу. Спасибо руководству СФУ. В следующем году стоимость семинара для студентов, обучающихся на платной основе, останется прежней. Такой же останется и плата за проживание в общежитиях. Стипендии поднять не обещают, но и сокращать тоже не собираются. Кроме СФУ, как сообщает авторитетное радио, обещают заморозить цены за обучение за аграрные, медицинские и аэрокосмические университеты. И еще одна новость для экономных. Возить домашних питомцев в электричках и поездах с нового года станет дешевле. Стоимость поездки кошек и собак теперь не может превышать 20% от цены полного билета пассажира. Например, если вы везете домашнее животное из Красноярска до Зыкова, платите за него 9 рублей, а не 24 рубля, как это было раньше, когда тарифы на Красноярской железной дороге были фиксированы. Мастерскую скандально известного красноярского художника Василия Слонова ограбили. Причем неизвестные преступники для взлома двери воспользовались одним из произведений самого художника, гибридом, бегового конька и гвоздодера. Об ограблении на своей странице в соцсети Facebook 23 декабря сообщил сам Слонов. По его словам, ущерб, нанесенный преступниками, измеряется суммой с пятью нулями. Среди прочего пропал фотоархив его произведений. При этом воры не взяли ни доллары, брошенные на столе, ни часы с золотым песком. Мне больше жалко преступника, мне больше жалко следователей, которые будут разбирать это дело. А я об этом забуду уже завтра. Буду заниматься своими делами. Будьте начеку. Красноярцы все чаще получают смс-текстом «Ваша банковская карта заблокирована». И если абонент перезванивает, чтобы отменить данную операцию, то с его счета автоматически списываются средства. Вот так мошенники, отправляя смс-рассылку, наживаются на мирных гражданах. Причем мошенники часто используют номера, схожие с официальными номерами банка. Банкиры говорят, что в кризис мошенники особенно активизируются. Поэтому, если вы получили подобные сообщения, будьте внимательны и звоните в контактный центр банка, только по официальным телефонам. Запрет на рекламу. Депутаты Госдумы предлагают в новогодние каникулы не показывать рекламные ролики по телевизору. Они считают, что она негативно сказывается на эмоциональном состоянии россиян. А кроме того, провоцируют их на покупку ненужных вещей и бессмысленную трату денег. Также настаивают парламентарии, люди должны иметь право хорошо отдохнуть, не отвлекаясь на просмотр роликов о средствах от гриппа или стиральном порошке. До Нового года осталась всего неделя. Интересно, а как вы готовитесь? Сегодня программа «Что случилось?» озадачилась этим вопросом и вот что у нас из этого получилось. Нормально. Елку поставили и все остальное. Вы готовили уже подарки близко? А я как? Шесть подарков. Три внука и три внучки. Так что я самый богатый человек. Да нет, пока не готова, потому что сейчас учеба, практика, пока не до нового года. А подарки уже своим близким подготовили? Ну, еще подготовили. Если не секрет, много уже потратили? Да нет, не особо. Мы студентки, у нас нет, много. Обыкновенно, как все готовятся. Подарки близким подготовили? Конечно. Это первый факт. А если не секрет, много потратили? Ну, тысяча шестнадцать. Я готова. Всем подарки купили? Обязательно. Если не секрет, сколько потратили? Ой, я не считала. Потому что не зацепивала. Ну, нет, подарки еще не всем купила. В принципе, я рассчитываю, например, на одного человека, если это близкий, то полторы тысячи рублей, то, ну, где-то тысяч пять уже потратила. Далеко не всем горожанам предстоит отдыхать все новогодние праздники. Красноярские медики рассказали о режиме работы на зимних каникулах. Принимать пациентов люди в белых халатах планируют 3, 6 и 9 января с 8 утра до 2 дня во всех учреждениях. Попасть на прием можно будет терапевту, педиатру, хирургу, стоматологу и акушеру-гинекологу. Также будут работать процедурные кабинеты. Травмпункт и скорая помощь работают, естественно, без праздников и выходных. Впрочем, как и остальные экстренные службы. С 3 по 6 и с 8 по 11 января будут работать почтовые отделения. Ну, а как будут работать в новогодние праздники городской транспорт, станет известно только завтра. Мне часто задают очень риторический вопрос. Как дела? И я просто не знаю, что на него ответить. И надо ли вообще? А вот Вика Щапова может развести на любой разговор любого красноярца. Давайте посмотрим рубрику «Как дела?». Всем привет! Это Вика Щапова и рубрика «Как дела?», в которой мы знакомим вас с главной достопримечательностью Красноярска. С красноярцами пойдемте спросим, как у них дела. Как дела? Отлично! Да все хорошо. Кризис, все нормально. Против Америки, России, ура, вперед! Заведу корову, буду молочко дай, летом посажу чей-нибудь, ну, как всегда, картошку, морковку. Справимся? Что, первый раз, что ли? Важно равномерно во всех областях развиваться. Нельзя в одно русло вливаться, потому что потом в итоге все равно будет дисбаланс. Как дела? Отлично! Есть подруга, с которой я знакома с 5 класса. Мне кажется, дружба, она на каком-то духовном уровне должна, ну, быть. Я постоянно опаздываю. И к этому, в принципе, уже привыкли все мои подруги. Они меня за это недолюбливают, но терпят. Что женская, что мужская, что там между мужчиной и женщиной, она как бы одна, по идее. Есть очень хороший друг, тоже школьный, мы с ним дружим. И Нини? Нини. Не было. Вы про что? Ничего не было. Как у вас дела? Хорошо. Я музыкант. Играю в оркестре. Соседи меня ненавидят. У меня нет свободного времени почти. Постоянно репетирую, постоянно что-то учу. Я плачу за это личной жизнью. Я понимаю, что я останусь один в итоге. Заведу себе трех котят и буду с ними веселиться. В следующий раз мы помилкаем. Поспросим, как у вас дела? А тем временем наш конкурс двойников подходит к концу. Остался всего день и уже завтра в нашей группе во ВКонтакте мы запустим голосование. А в пятницу пригласим пять финалистов к нам в прямой эфир. Итак, друзья, скорее активизируйтесь. Если вы вдруг похожи на какую-либо знаменитость, то быстрее присылайте ваши фото к нам в группу во ВКонтакте. И не забудьте приложить снимок оригинала, чтобы мы могли сравнить, а похожи ли вы на самом деле. Дерзайте, времени осталось совсем немного. Про подарки расскажу подробнее. Это наши фирменные стаканы, непроливайки в стиле комикса в кружке с перцем, наборы для селфи. А кто-то получит, например, вот такой один из пяти сертификатов в языковую школу Палитра Мира. Там можно выучить английский, итальянский или даже французский язык, кому какой нравится. Уроки ведутся как в группе, так и индивидуально. Друзья, поспешите. Салат оливье, мандарины и игристые напитки. Но это далеко не весь перечень новогодних особенностей. Мир любит фейерверки. Я сегодня его выбирала. А я девушка очень пунктуальная, поэтому начала готовиться заранее к Новому году. И нахожусь прямо сейчас в магазине фейерверков. Мне нужно выбрать фейерверк. Вот как это сделать? Мы рекомендуем взять несколько видов фейерверков, чтобы вам хватило пострелять на всю ночь. Вы с собой можете взять, ну, допустим, вот такие бенгальские свечи уличные. Можно также взять с собой те же фестивальные шары. Они работают по принципу миномета. Заправляете трубу, поджигаете. Этот шар выстреливает, разрывается салютом. Удивить вы можете. У нас есть такой класс пиротехники, как элитная пиротехника. Здесь собраны целые программы, уже готовые на основе профессиональной пиротехники. Ну что, друзья, я определилась. Вот мой выбор. Этот фейерверк называется «Ралли». Стоили эти 80 выстрелов 5000, мне сделали скидку, и я приобретаю его всего за 4. Всем приятного Нового года. Центр фейерверков. Молокова, 46, дробь 2. Итоги розыгрыша прямо сейчас. Программа «Что случилось» и «Центр фейерверков» сегодня приготовили для вас вот такой крутой новогодний фейерверк. С эффектом разноцветных россыпей огней и разрывом серебряных комет. Это серьезный 19-залповый салют, и его лучше запускать, где много свободного места. Для того, чтобы его выиграть, нужно было загрузить нашу группу во Вконтакте фотосалюта из подручных средств. И сегодня победу одержала... Кто у нас победу одержал? Оксана Садловская, поздравляем Оксану, новогодний фейерверк от «Центра фейерверков» ваш. Друзья, если хотите, чтобы ваш новогодний праздник запомнился, тогда обязательно прикупите себе подобный салют. Ну, а на этом у меня все. Любите друг друга чаще, улыбайтесь и, конечно же, готовьтесь к Новому году заранее. Субтитры делал DimaTorzok Каннский переменная облачность – минус 9, Вачинский переменная облачность – минус 8.